Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Рабство, проституция, продажа органов. 50 фактов торговли людьми выявили в Казахстане за три дня. Также пресечена деятельность преступной группы, которая действовала в сфере трансплантации органов людей. В северо-казахстанской области вели карантины за птичьего гриппа. Это 10 населенных пунктов в 7 районах. Чтобы помочь местным специалистам, в область приехали столичные эксперты. Вонь в центре города. Уральцы жалуются на неприятный запах в центре города, который не прекращается уже на протяжении нескольких лет. Как долго местным жителям придется ждать исправления ситуации? 50 фактов торговли людьми выявили в Казахстане за три дня. Как сообщили в МВД, пресечена противоправная деятельность двух организованных преступных групп. Одна из которых действовала в сфере трансплантации органов людей, а вторая занималась организацией и содержанием притонов. В одном случае полицейские задержали двух мужчин, которые в течение недели незаконно удерживали 55-летнюю женщину. Они избивали и насиловали ее. Принято считать, что по уровню доходов торговля людьми находится на третьем месте после торговли оружием и наркотиками. В процентном соотношении самую многочисленную категорию жертв составляют женщины и дети, которые подвергаются не только сексуальной эксплуатации, но и рабскому труду в сельском хозяйстве. Эксперты констатируют, что в последние годы наметилась тенденция, когда казахстанцев не вывозят за рубеж, а продают внутри страны, что объясняется безработицей и увеличением миграционных потоков из сел. Известны случаи эксплуатации людей на табачных плантациях, в строительстве или в сфере интим услуг. За три дня операции полицейскими выявлено более 50 преступлений, связанных с торговли людьми. Из них выявлено один факт несовершеннолетними, два торговли людьми, три факта решения свободы в селе трудовой и сексуальной эксплуатации, пять фактов, шесть фактов вовлечения и занятия проституцией. Также выявлено около 40 фактов организации и содержания притонов для занятия проституцией и сводничества. Кроме того, выявлено 14 административных правонарушений за представление помещений, заведомо для занятия проституцией и сводничества. Также 184 за хрестование. С января 2020 года в Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми. Раньше за это преступление отправляли в колонию как минимум на три года, теперь на четыре. Максимальный срок остался прежним – 15 лет лишения свободы. Но даже суровое наказание за торговлю людьми не останавливает преступников. Как признаются сами сотрудники правоохранительных органов, довести такие уголовные дела до конца зачастую не удается. Многие разваливаются еще на стадии расследования. Продажу живого товара довольно трудно доказать. Попадают же люди в рабство каждый раз по-разному. Женщин в основном попадают, употребляясь спиртными напитками. И среди подростков это из неблагополучных семей. Основные причины ухода не с вершлетних, это неблагополучных семей, является ссора с родителями, нежелание проживать из-за систематического употребления спиртных напитков и избегать из домов. По второму вопросу, более чем 80 из 100 случаев без пропавших граждан местонахождение в последнем устанавливается и возвращается к родственникам. Современные рабы опасаются полиции, боясь, что их могут арестовать и выдворить, так как документы у хозяина, а регистрация просрочена. Юристы говорят, что нужно разрешить проверять фермерские хозяйства без предупреждения. А пока в законах нет четкого определения того, что значит организация притона. В итоге сутенеры арендуют квартиры на имя секс-работниц, заставляют их отрабатывать и аренду, и другие расходы. Бауржан Шайхмед, Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В службе экономических расследований заявили о рекордных показателях экономических преступлений. За последние пять лет оборот подконтрольных ОПГ-компаний в Казахстане превысил 2 триллиона тенге. По словам специалистов, обналиченные через фирмы однодневки денежные средства зачастую имеют бюджетное происхождение. Это одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж. Путем анализа установлены свыше 60 потенциальных преступных групп, которые занимаются криминальным обналичиванием денег. Ежегодно для реализации госпрограмм государство делает многомиллиардные вложения, и рост экономических преступлений мы видим именно в бюджетной сфере. Хищение и растрата происходят там, где есть доступ к денежным средствам, среди материально ответственных лиц. Основную долю преступлений, за которые разыскиваются преступники, составляют уклонение от уплаты налогов, мошенничества, присвоение или растрата веренного чужого имущества, экономическая контрабанда и организация незаконного игорного бизнеса. Во-первых, при совершении мнимых сделок и обналичивании средств происходит уклонение от уплаты налогов на миллиардные суммы, а это важные социальные проекты, выплата пенсии, пособий, строительство школ, больниц и так далее. Во-вторых, обналиченные через фирмы-однодневки денежные средства зачастую имеют бюджетное происхождение. В-третьих, это одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж. Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими создано свыше 1200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 триллиона тенге. Воруют, как правило, у государства, полагая, что от него не убудет, а ведь от этого зависит жизнь простых людей. Суммы, фигурирующие в уголовных делах, поражают. К примеру, экс-директора Конгресс-холла Сакена Абдрахманова подозревает в хищении 1,8 миллиардов тенге. Самый свежий пример – экс-министр здравоохранения Олжа Сабишев подозревается в растрате 500 миллионов тенге. Он подозревается в растрате свыше полумиллиарда тенге, которые были выделены на создание информационных систем министерства. По нашей версии он, заведомо зная о том, что работы фактически не были выполнены, подписал акт выполненных работ, полностью произвел оплату. На сегодняшний день та информационная система, которую он принимал в эксплуатацию, она фактически не функционирует, не работает. И, соответственно, бюджету нанесен ущерб в этом размере. Кроме того, в рамках этого уголовного дела также проверяются другие факты расходования бюджетных средств в этом министерстве. Как же совершаются экономические преступления? Например, при реализации госпрограмм завышают объемы выполненных работ, необоснованно списывают материальные ценности на сверхнормативные потери, хранение, транспортировку. В списке преступных ухищрений классические схемы, подлог документов, приходных чеков, а также занижение объемов производимой продукции. Распространена также практика, когда товары или сырье переводят из низших сортов в категорию высших, чтобы реализовать их по завышенным ценам. В северо-казахстанской области ввели карантин из-за птичьего гриппа. Это 10 населенных пунктов в 7 районах. Будет максимально ограничено перемещение людей и транспорта. Чтобы помочь местным специалистам, в область приехали столичные эксперты. Кроме того, выделено 800 тысяч доз вакцины на прививки всей птицы в очагах и приграничных с Российской Федерацией населенных пунктах. Массовая гибель домашней птицы вызвала панику у населения. Сельчане пытались колоть антибиотики, но толку никакого не было. Мало того, что впереди колоссальные убытки, так еще и хранить погибших птиц фермерам пришлось бы за свой счет. Теперь специалисты призывают соблюдать все меры предосторожности населения. Эпизодическое обследование показало, что падеж начался с подержа дикой птицы, которая в настоящее время мигрирует с севера на юг. И, соответственно, произошло перезаражение через использование совместных водоемов, где местная домашняя птица была заражена. И как только были проведены лабораторные исследования и установлен окончательный диагноз высокопатогенный птичий грипп, были приняты все необходимые мероприятия. Минсельхоз поспешил успокоить местных жителей. Сейчас проводится утилизация птиц, дезинфекция дворов, помещений. Все необходимое делается, заявили в ведомстве. В Североказахстанской области работают 79 специалистов. В Кустанайской области задействовано 61 специалист, привлечено 6 единиц техники. В Павлодарской области 58 человек, привлечено 6 единиц техники. И в Экмолинской области 64 специалиста, привлечено 6 единиц техники. Это позволяет нам с уверенностью сказать, что все необходимые работы, которые связаны с уничтожением трупов павшей птицы, а также с вопросами дезинфекции помещений, в которых содержалась данная птица, они будут проведены в максимально сжатые сроки, что позволит не допустить распространения данного заболевания. Различные штаммы вируса птиц могут вызвать от 10 до 100% гибели среди заболевших и поражать одновременно от 1 до 3 видов птиц. Эльфицирование людей происходит преимущественно при прямом контакте с заболевшими животными или загрязненной окружающей средой. Однако это не приводит к эффективной передаче вирусов от человека к человеку. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК 42. Новости региона. В Западно-Казахстанской области продолжают изымать неиспользуемые земли. Речь идет о сельскохозяйственных участках. Только за период прошлого и текущего года по области выявлено свыше 900 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Земельный вопрос рассмотрели в ходе рабочего совещания в областном Акимате. В нем приняли участие и наши корреспонденты. Они расскажут, какое наказание грозит тем, кто нарушает закон. И сами не используют, и другим не дают. Именно так выразился Акиму Бусти Галей Скалиев, отзываясь о недобросовестных землевладельцах. По результатам внеплановых проверок, проведенных местными исполнительными органами за период 2019, а также текущего года, выявлено 907,5 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения. После того, как ряд фамилий нарушителей был опубликован в местных СМИ, свыше 113 тысяч гектаров вернули в собственность государства. Землепользователи 450 тысяч гектаров приступили к использованию участков по целевому назначению. Таким образом, неиспользуемыми на сегодняшний день остаются участки площадью порядка 343 тысяч гектаров. Еще раз хочу напомнить всем лицам, которые в свое время взяли земли сельхозназначения и не используют их. Мы начали публиковать фамилии таких людей. Будем продолжать публиковать. Это законом не запрещено. Будем показывать, с какого года они не осваивают пастбище или пашни. Потому что это возможность для тех, кто хочет работать на земле, получать доходы. А эти люди и сами не используют земли, и другим не дают. Выявлен ряд фактов, когда владельцы земельных участков, не используя по прямому назначению, умудряются еще и сдать их в аренду. Тем самым дважды нарушают закон. Есть же такие факты, все знают. За 50% стоимости сена, они дают возможность косить сено у них на полях. То есть люди приезжают, сами косят и половину денег отдают таким арендаторам. Это вообще недопустимый бизнес у нас в области развился. Такие случаи надо пресекать. Все Акима районов хорошо знают этих людей. Еще раз говорю, никому никаких поблажек не будет. Примеров подобного можно привести много. Так, в районе Байтирек участок земли в 504 гектара владелец не осваивает с 2015 года. Тем временем, с 1 тысячи гектаров можно получить около 100 миллионов тенге дохода. Внесение по праву законодательной акты при проведении мониторинга земель сельскохозяйственного назначения будут применяться космические снимки. Данный законопроект находится в Можилисе. Если предприниматель действительно желает освоить участок земли, государство готово ему помочь, заявил Аким. Если же не справляется, он обязан вернуть землю государству. За освоением сельхозтерритории проследят и далее. Контроль за использованием земельных участков будет вестись с помощью аэросъемки. А данные представят на геопортале. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК 42. Уральцы жалуются на неприятный запах в центре города. На протяжении многих лет на проспекте Абая, бывшая Евразия, от канализационно-насосной станции исходит зловоние. Ароматы заставляют жителей ближайших домов жить с закрытыми окнами. Недовольны и владельцы магазинов, расположенных неподалеку от КНС. Неприятный запах отпугивает покупателей. Корреспонденты нашего телеканала уже неоднократно поднимали эту тему, но проблема так и не решилась. Каждое рабочее утро Екатерины Быстряниной начинается с установки нового флакона с ароматизатором. Распыляя всевозможные освежители воздуха и аромаспреи, владельца магазина пытается хоть как-то спасти ситуацию. Самрадный запах, исходящий от неподалеку расположенной канализационно-насосной станции, отпугивает многих покупателей. И это продолжается на протяжении многих лет. Многие проходят, либо многие заходят и озвучивают, ой, как здесь неприятно пахнет. Ну, как будто бы причина у нас, вот такое ощущение. Хотя причина не у нас, а здесь пахнет везде. Вот, да, это очень влияет на посещаемость. Мы с вами встречались год назад. Прошло ровно даже больше года. Ситуация не поменялась, мне кажется, даже ухудшилась, потому что они вывели какие-то трубы поверху тут, переходы, и от них очень сильная вонь. Если раньше неприятный запах появлялся периодами, то сейчас он ощущается постоянно, говорят жители города. Причем распространяется смрад на все большей территории. Мы ходим по этой улице, по этой Евразии, как она называется, всегда. И всегда бывает канализация запаса. Пахнет, невозможно. Дышать так нечем. И так маску ходим, и еще пахнет. Техника пока не дошла до того, чтобы с помощью видеокамеры передать всю прелесть местного аромата. Но дышать здесь действительно нечем. В этом мы убедились лично, и об этом говорят жители близлежащих домов. Что такое свежий воздух дома, они уже забыли. Я вообще не открываю окна. Вообще не открываю. Потому что, получается, у меня кондер стоит. Я отключаю кондер, и все дома жарко, когда вот летом. Три окна у меня в сторону проспекта Абай, и практически его невозможно. Это вообще, я не знаю, как там люди даже гуляют, потому что я практически в эту сторону даже не выхожу. С вопросом, как долго уральцам терпеть эти неудобства, мы в очередной раз обратились к представителям ТО «Батыс Суарнаса». Они заявили, что пока только разрабатывается проект реконструкции третьей городской КНС. К нам неоднократно поступали жалобы по поводу того, что в районе Школьника неприятный запах канализации от близлежащих домов жильцов. В связи с этим, во-первых, хотел бы сказать, что ТО «Батыс Суарнас» очень старая. Она 68-го года постройки старого типа. Поэтому сейчас, в связи с жалобами, в связи с тем, что данный КНС уже подходит срок реконструкции, мы заказали проект. Сейчас он изготавливается проектировщиком. И туда мы заложили установку фильтров запаха улавливающих. И чтобы по новым технологиям, сейчас в данное время этот вопрос про проект, я думаю, в этом году мы уже будем готовы до конца года. И в следующем году будем просить финансирования на реконструкцию. О том, сколько понадобится средств на реконструкцию, представители «Батыс Суарнас» умалчивают. Но при этом отмечают, что сумма огромная. И, скорее всего, средства придется ждать из республиканского бюджета. Тормозят дело и затяжные процедуры госзакупок. Сначала заказывалось техобследование. Мы техобследование проводили. То есть объявляется конкурс. Ждем 2-3 месяца, пока конкурс пройдет, пока подрядчик определится. Потом 2-3 месяца делается техобследование. Техобследование уходит, опять объявляем конкурс на изготовление проекта. Опять 2-3 месяца. То есть это время от нас не зависит. Это конкурсные процедуры. Поэтому вот так вот и затягивается все. По словам специалистов «Батыс Суарнас» реконструкция может затянуться на 2-3 года. Тем временем первая и вторая канализационно-насосные станции также нуждаются в переоборудовании. Марина Горбук, Наруан Кунажев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске запущен новый цех по производству товарного яйца мощностью 18 миллионов штук в год и способный увеличить объем производства. Единственное в области крупное специализированное предприятие не только выпустит полезную для региона продукцию, насытив местный рынок, но и обеспечит рабочими местами. В первую очередь благодаря господдержке и льготному кредитованию. Ну и, конечно же, при полной поддержке местных властей. В день сейчас сколько производите яйца? Фабрика сейчас производит в день 263 тысячи яйца. Каждый день? Каждый день, да. Ну, стопроцентный спрос есть. Полностью продаете все? Полностью все продаем. Увеличить объемы отечественного производства и поддержать местные компании поручил президент. В нашем регионе объем и качество производимой продукции на фабрике ничем не уступает другим предприятиям. Уральская птицефабрика рассчитана на производство 100 миллионов штук яиц и более 250 тонн куриного мяса в год, включая выращивание 265 тысяч голов молодняка и содержание 320 тысяч голов кур-несушек. На эти выходные запустили новую линию. Яйцо собирается в одну линию, полностью компетизированное. Кормление у нас все автоматное. Освещение, охлаждение. Здесь охлаждение у нас подкулинговое идет. Яйцо собирают люди. Кормление у нас автоматизированное. В этом цехе четыре датчика для комфортной температуры, система кондиционирования, аварийная сигнализация и система оповещения. К примеру, если есть неполадки, руководству фабрики приходит СМС с оповещением. Германское оборудование новое, тоже 2020 года, полностью автоматизированное. Отпоение, кормление и микроклимат все автоматизировано. Цех сам себя контролирует, регулирует. Также сбор яйца автоматизированный. На 57 тысяч посадочных мест, 57 тысяч поголовий можно сюда посадить. Вот, в принципе, и все. Резонный вопрос задал Аким области в разговоре с исполнительным директором фабрики. Почему у нас на рынках яйцо в других регионах есть? Российские не видел, но другие регионы Казахстана видел. Есть некоторые фабрики Казахстана, крупные фабрики Казахстана. В летний период они снижают цену, демпингируют и завозят сюда яйцо по более дешевой цене. И скупчики, или перекупчики. Конкурировать вам надо еще больше расширяться, да? Мощность наращивать? Да, согласен. Увеличение мощности позволит снизить себестоимость конечного продукта, конкурировать с крупными фабриками, основным оборудованием затрат меньше и экономия электроэнергии и других компонентов позволяет работать с соблюдением всех современных требований и всех стандартов. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон – 8705-992-0207. Ковры на Шолохово. Телефон – 8705-992-0207.